Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я его прочитал, ваш текст, нулевое только сообщение. Вот, собственно, на нулевое сообщение и буду отвечать. Во-первых, хочется сказать, что, на мой взгляд, проблема не в рыберке. Да, в принципе, можно понять ваше желание родить еще раз. Вот, очевидно, что как-то у вас это было вот изначально. Вот, то есть, изначально вы рассчитывали на двух детей и, соответственно, ну, можно понять, что у вас есть такая вот стратегия, такая цель. Ну, соответственно, сейчас вы от нее отказываетесь, вам это тяжело, больно. Ну, вот, и да, конечно, тут можно поисследоваться, как бы, что для вас ребенок, да, чем это так важно, почему именно два ребенка, вот, почему одного недостаточно, например. Или, окей, вы хотите двух детей, но получился один ребенок и, соответственно, вот, вследствие чего вам это причиняет боль, то есть, как-то вас обесценивает. И, соответственно, все вопросы, потому что мне кажется, что ребенка можно заводить только из избытка, вот, то есть, ну, то есть, только если у человека много чем он хотел бы делиться, да. Много, много, что он хотел бы, мог бы дать. Вот, мне кажется, что это вот ключевой момент, ключевая такая история. Ну, мне кажется, что это не главное. Точнее, конечно, можно с этим поработать, можно, конечно, это поисследовать, но, на мой взгляд, как бы, хотите вы этого или не хотите, это уже вот такой вопрос. Я думаю, я думаю, что центральная проблема в том, что вы регулярно чувствуете себя ущемленным. Я думаю, что проблема заключается в том, что вы чувствуете себя, как бы, заложницей, вот, ну, желания своего мужа. То есть, снова и снова вам кажется, что ваши личные границы, да, нарушаются мужем. И работали вы на двух работах, и, соответственно, там, ну, позволяли ему жить для себя, и вот это все. И из-за этого у вас, как бы, накопились обиды, да, из-за этого, вот, взаимодействие с вашим мужем, оно, как бы, вот, ну, имеет такие перекосы, скажем так. И ребенок здесь, в том числе, воспринимается как аргумент. Вот это вот то, чего, мне кажется, ни в коем случае не должно быть, то есть, ни в коем случае не должно быть такого, чтобы ребенок воспринимался как аргумент. Чтобы ребенок был этим самым аргументом, вот, чтобы ребенок, как бы, являлся, ну, таким, знаете, как, ну, преткновением, что ли, да, пусть, или проявлением какой-то вашей реализации. Вот, мне кажется, мне кажется, что, мне кажется, что этого быть не должно. Поэтому, задача психолога здесь заключается в том, чтобы ваше общение выровнялось, чтобы ваша коммуникация была выровненной, чтобы вы не чувствовали себя ущемленной, чтобы вы чувствовали себя реализованной в полной мере, и, соответственно, чтобы эта реализация, она, как бы, вами чувствовалась, вот, чтобы вы были более свободны со своим мужем, вот, чтобы вы были более аутентичны со своим мужем, чтобы вы не чувствовали ущемления. Для этого необходимо несколько направлений работы. Во-первых, необходимо работать лично с вами, потому что есть ваши индивидуальные припосылки для того, почему, собственно, так произошло. Это первое. Второе, необходима работа в ПР для того, чтобы скорректировать именно, вот, контакт, коммуникации, если хотите, по этим вопросам. То есть, чтобы вы научились говорить своему мужу, по сути, о том, что вы хотите, о том, что вам нужно, о том, в чем вы нуждаетесь. Да? И чтобы это не было какой-то вот такой особой проблемы. Сейчас, сейчас это, как будто бы, проблема. Вот, в этом ключе, я думаю, вам и нужно двигаться. Здесь и обиды, определенные, работа с обидами определенными должна иметь место. Здесь работа с личными границами, со своими чувствами. Мне лично кажется, что можно говорить здесь о неком стыде, о неком, о некой такой зажатости вашей, о неком обесценивании себя, себя и своих желаний. Вот. Я думаю, что вот эти личностные проблемы, их нужно решить. И когда вы их решите, и когда у вас будет удовлетворительный контакт с вашим мужем по, вот, как бы, хотелкам друг друга, да, тогда, я думаю, вы и сможете решить вопрос, связанный со вторым ребенком. Потому что не будет уже такой истории, что вот, я опять ему уступила. Вот. Сейчас вы можете хотеть второго ребенка, в том числе потому, что вот, как бы, вы себе много чего не позволяли, да, вы, там, как бы, чувствуете себя ущемленным, мышь нет, и вот вы хотите второго ребенка, в том числе, как компенсацию какую-то, значит, за вот то, что вы себя обделяли. Вот. Я думаю, что если этот мотив уйдет, я думаю, что если этот мотив исчезнет, вам будет просто проще самой увидеть значение ребенка. Для вас, если сейчас ребенок вам, ну, вот, он вам важен, сейчас, именно вот, ну, именно вот, с точки зрения вот такой, ну, с точки зрения такой позиции, вот, вам ребенок важен, то неизвестно, как вы будете его, как вы будете его воспринимать, если мотивация уйдет, вот это вот, ну, что-то себе, ну, скомпенсировать, грубо говоря. И, соответственно, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы вам в этом помочь. Вот так я вижу эту, вашу ситуацию. На мой взгляд, на мой взгляд, нет здесь правильного решения, нет правильных решений вообще, их нет, их не может быть. Потому что любое решение, оно, в принципе, ну, во-первых, 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 это всегда риск. Это первое. То есть, это риск, это, ну, как бы, наступление, да, на горло. Там, кому-то, да, кому-то. То есть, вы либо наступаете на горло себе, либо вы наступаете на горло своему мужу, вот. И это нормально, потому что такие решения бывают. Такие решения бывают, такие решения случаются, это абсолютно нормальная ситуация. Ну, вот, в контексте именно взаимодействия двух людей. Поэтому, на мой взгляд, как мне это видится, и как мне это кажется, при хорошей коммуникации, ну, вашей, при хорошей коммуникации между вами и вашим мужем, опять же, эти проблемы, они не являются критическими, потому что поиск компромисса, поиск идеального решения, он, как бы, изначально заложен уже в... Ну, вот, как бы, вот в этом, да, в открытость, в свободу взаимодействия и коммуникации. А вот сейчас этого нет, и вы не можете сейчас этого предоставить, потому что вы озабочены, как бы, вот, решением своей проблемы. Вот, как-то так, я думаю, и, соответственно, не хотелось бы выбирать какие-то ответы, не хотелось бы говорить, что какое-то решение неправильно, какое-то нет. Мне кажется, что, ну, сначала, вот, решить те проблемы, о которых я сказал. Ну, в принципе, в принципе, все, да, то есть, думаю, это все, что я хотел сказать. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Обращайтесь.